Здравствуйте, друзья! Это программа о женщинах в бизнесе, и о доле женщин в бизнесе, и вообще о женской доле. Как обычно, мы будем в эфире час с 11 до 12 по московскому времени. Присоединяйтесь, 65 10 99 6, наш московский телефон, есть страничка программы в доле на сайте финам.фм. И сегодня у меня в гостях очень интересный собеседник и немало известная, очень даже знаменитая женщина в издательском бизнесе, Регина фон Флеминг, генеральный директор издательского дома Аксель Шпрингер Раша. Здравствуйте, Регина! Доброе утро, доброе утро! Привет! Да, утро доброе, я сегодня первый день более-менее нормально говорю, вот, до этого у меня вообще отсутствовал голос. И у меня сейчас кашляет, поэтому у меня есть такая, ну как вообще мужской голос сегодня. Нас почти кашляет. Слушайте, мы говорим о бизнесе, в общем, ничего, если у нас так немножечко мужские нотки в голосе появятся, потому что все-таки традиционно большинство, если уж говорить по гендерным каким-то признакам в бизнесе... Это чуть больше мужской, да? Да, это чуть больше мужской. Хотя в издательском деле, мне кажется, женщины прочно заняли свое место, но, правда, опять же, не как владельцы издательских домов, не как самые главные люди, не как генеральные директора, а как, наверное, вот эти серые кардиналы, которые выпускают свои журналы и становятся иконами. Там, главные редакторы разных глянцевых изданий становятся настоящими законодателями всего, чего только можно. А издатель в это время должен стоять у них за спиной и все это как-то обеспечивать и делать так, чтобы они не окончательно сошлись с ума. Ну, у меня есть хороший пример. Это наша хозяинка Акса Шпрингера, госпожа Шпрингер. Она самая богатая женщина в Германии. И она тоже там, ну как, издатель самой крупнейшей медийной компании. И она любит женщин, она работает, поэтому я здесь. У Акса Шпрингер есть, простите за, не совсем, ну, невежественный вопрос, есть в вашем отряде такие женщины, как Анна Винтур, например, или Алена Долецкая? Нет, нет, у нас есть наша хозяинка, это госпожа Шпрингер, но такие топовые, нет. Я что, это я? Я что, это я? Это и все, больше я не вижу, ну как, Европа. А это сознательно, в общем-то, так получается, что главный редактор глянцевого издания, он все-таки должен быть такой солдат, а не генерал, да? То есть это должен быть человек подчиненный? Наоборот, наоборот. Моя задача, это я даю платформы, и я работаю с бэкграундом. И главы редактора, они наши, ну как звезды. У меня есть великолепная, ну как женщина, Елизавета Осетинская, и я очень довольна, она сильная, она умная, талантовая, она понимает все. И моя задача, я даю платформу, все, и потом свободные руки. И если там будут, ну как, неприятности, я на месте. Но это, да, человек должен вызывать у вас доверие особое. Каким должен быть человек, чтобы вызвать настолько ваше доверие, чтобы, в общем, получить от вас в руки эту инициативу? Это по инстинкту. Это чисто женское. Я работаю, ну как, на 20 пациентов, 30 пациентов по инстинктам человеческим. В это сложно вериться, потому что, если почитать вашу биографию, такое ощущение, что, ну, первую сознательную, после, там, школьную часть своей жизни вы только делали, что учились. Вы получили какое-то огромное просто образование в разных областях, и политологии, и журналистика. Дай бог, это была моя мама. Мама меня устроила как сильный человек, да. Правда? Да, 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 она очень сильная. Она сейчас до сегодняшнего дня работает, 77 лет. И она управляющая, ну, как управляющая монастыром, ну, как в Германии. Это очень потрясающая история. Сильная женщина. И мы были три, ну, как сказать, три девчонки, четыре ребенка, один брат и три дочки. И она категорически сказала, ну, как у вас нужно великолепный ушел. Она была вообще такая мута. А как же эти знаменитые немецкие 3К, киндер, кюхен, кирхи? Нет, это не мама. Она была тоже в кюхе, она тоже была в кирхе. И у нее было четыре киндера. И киндера, ну, она тоже была, ну, как деловая женщина, и плюс еще политик. Ух ты. Нет, хороший, великолепный пример. То есть это на самом деле мамина инициатива, что вы получили три образования, по-моему, у вас. Два высших и еще инсиад. Ну, это все случайно, но случайность в жизни не бывает, да. Ну, ничего себе случайно оказаться на такой серьезной... А инсиад, это у нас в Германии, западом не очень известно было, но как 20 лет назад. Я пропал там случайно. Я был в Париже и слышал, и сказал, давай попробуем, и все. Вы оказались в России в самом начале, собственно, Новой России, да. В 89-м году. Еще был Советский Союз. Союз, и я была голодна, продукты нет, я ничего не понял. А как вас вообще сюда занесло? В первый путешествие это было с профессором западным, ну, как институтом, Белинским. Мы приехали здесь, ну, как в Москве. Просто из любопытства? Ну, это была экскурсия, ну, как, типа, три дня, и мы жили, ну, как в гостинице «Интурист». И я очень смешной был с пешком на Китай-город, и потом он меня спрашивал, а вы знаете, сейчас направо-налево, я сказал, я что, налево? И потом у меня было такое ощущение, я уже здесь была давно-давно-давно. То есть вам не было страшно в этой дикой стране? Нет, мама в шоке, папа в шоке, дедушка в шоке, я сказал, я буду в России. Вот это да. А я звонил в центральный телеграф, ну, как, через 72 часа, и сказал, я буду в России. Они сказали, с ума нашла? Я сказал, нет, это мое место. Ничего себе, ну, подождите. А я верю такие вещи, ну, как, типа, спиритуальные, поэтому я считаю, ну, как, это не в первый раз я здесь. Ну, хорошо. Это не случайно. Ну, вы оказались здесь в 90-е, в лихие, когда действительно ничего нет, еды нет, бизнеса нет. Ужасно интересно, как журналистка. Ужасно интересно. Есть что-то такое в России, с чем вам до сих пор не удалось смириться? Много. Ну, топ-3. Топ-3. Ой, сложно. Цивильное гражданство, это жалко сейчас. Я жду уже 20 лет по поводу изменений. Гражданского общества, да? И гражданство общества. Я жду, жду, жду. Я сделаю, что я могу, но по характеру, может быть, ну, как в России, это сейчас не интересно. Интересно. Ну, я жду, я жду. То есть вы верите в то, что это все-таки возможно? Ну, еще 15-20 лет, наверное. Некоторые считают, что это не в нашем вообще менталитете. Еще 15-20 лет. У нас там были примеры восточные в Германии, поэтому у меня надежда есть. То есть мы с вами еще это можем увидеть, если доживем? Да. Абсолютно, да. На втором месте. На втором месте. Эффициентность. Сотрудники, ну, как в России, они великолепные. Я люблю мою команду, но иногда я не понимаю, ну, как мы немцы, мы работаем. Если мы начинаем, то мы работаем. И мы сделаем до конца. И иногда я вижу, ну, как люди очень, ну, как быстро. Остывают? Остывают, да. И отдыхают. Ну, такая культура. Пробка в пятницу, ну, как после трех. Это просто потому, что... Уже нет работы, да? Ну, и на даче, ну, как. У нас в Германии такие пробки нет, потому что мы будем на даче, ну, как в районе восемь вечера. Это разница, ну, как. Ну, это похоронно. Так, и третье. И третье. Ну, политика и чиновники, ну, как. Это тоже не мои. Поэтому у меня есть такая натуральная дистанция, называется. Я не хочу. Просто. Вы с ними не общаетесь? Я не хочу, нет. А, подождите, ну, вы же, в общем-то, по роду деятельности вынуждены общаться с этим? Они меня не назвонят, и я не буду на связи. Мы сделаем. Как мы сделаем. Сейчас пока никто никому не мешает. Но была же действительно громкая история с тиражом Forbes, с Батуриной на обложке. Когда политики и чиновники просто открыли без стука вашу дверь. Ну, да, ну, да. Госпожа Абатурина, ну, как это. Ну, у меня были великолепные истории. Три недели назад я улетел из Беллины, и много народ меня знает. Я там сидел самолетом, и мама пока еще подумает, в Советском Союзе, в России продукта нет. Поэтому у меня был пакетинг с сыром, и колбаской, и фореллой, и все. И сыр очень пикантный. Я сидел на бизнес-классе Аруфлотском. И там был такой старый мужик, и я думаю, ты его знаешь. И потом сказал, привет, привет. И потом читал книгу. Я устала был. И он сказал, вам помочь с пакетингом. Я сказал, спасибо вам. Мы были в Москве. И потом, наверное, эскалатор. Он сказал, как вас зовут? Я сказал, Регина. И он сказал, с кем вы занимаетесь? Я сказал, я из Таттлина. Ну, как, может быть, вы знаете журнал Forbes. Тишина. А потом я просто посмотрел человек. Я сказал, Юрий Михайлович, это вы? Лужков. И он там стоял с моим, ну, как пакетиком с сыром и колбасом. И он сказал, да. Я сказал, спасибо. Ну, пожалуйста, дайте мне, пожалуйста, пакетики обратно. И это был первый раз. Мы официально, ну, как увидимся после скандала, и после шума. Ну, как в 2006-м. Ну, вам было? И он там стоял. Вам хотелось что-то ему сказать? На Шереметево, терминал-дей. Он там стоял с моим сыром. Вот вам хотелось что-то ему тогда сказать? Ему уже такому, который, в общем, такой же человек, как мы все теперь. Нет, нет. Потому что с этой ситуацией, я просто сказал, вы знаете, с вашей супругой у нас опять хорошие отношения. Она дала интервью в журнале Forbes год назад. И он сказал, приходите у меня в Калининграде, у меня есть фермерский бизнес. Я сказал, с удовольствием. Расскажите про меня, да? Ну, вот. Ну, это есть такая, ну, как, Бог видит все, понимаете? Это была такая ситуация, с которой я думаю, вот, не тесно. Это очень интересно. А вот эти вот ситуации такого рода? Ну, это человек, который почти закрыл мою карьеру, мою жизнь. И просто, что оно как, которое, ну, как, вообще было противно нашим бизнесам. И меня лично. И который, ну, как, вообще агрессивно реагирует. Поэтому, я думаю, вот так, после 7 лет. Он несет ваш пакетик с пахучим сыром. И я звонил маме, сказал, ты не поставишь. Сейчас мне помогли с пакетиком. Друзья, у нас в гостях Регина фон Флеминг, генеральный директор издательского дома Аксель Шпрингераша, который издает журнал Forbes в России. Мы вернемся к интереснейшей беседе после новостей. Присоединяйтесь к нам. 65 10 99 6. Наш московский телефон. Это Финал ФМ. У нас в студии Регина фон Флеминг, генеральный директор издательского дома Аксель Шпрингераша. И мы рассказываем вам о приключениях иностранки в России. О том, реально ли строить здесь бизнес по западной модели. Вы говорите, что ваша мама до сих пор не знает о том, какой образ... Ну, как вы живете в Москве? Она думает, что здесь нет... Она здесь была, ну, конечно, но как в бизнес, она не понимает. Но она была, она видела наши супермаркеты, наши кинотеатры, большой театр. Нет, 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 нет. Она была у меня раз в год. У меня есть большая вечеринка на день рождения. Она была у меня три года назад на день рождения. И после этого она спрашивает, это кто Николай Басков? Я сказала, мама, это другой журнал, ладно? Это журнал «Луки». У меня есть журнал, как несколько ребенка. Поэтому надо сказать, это что? Это кто? Я сказала, попозже, ладно? Я тебе расскажу. Ну вот, она понимает. Да, она одобряет ваш образ жизни в России. Абсолютно, да. Абсолютно. Но давайте вернемся к тому времени, когда вы все-таки приехали сюда делать бизнес. Вы сразу поняли, что, в общем, здесь какой-то особый нужен подход? Или я ошибаюсь, никакого подхода не нужно, и такая нормальная западная модель, которая работает в Германии, или в Америке, или во Франции, может быть применена в России? Нет, ну, в 96-м, когда я вернулся обратно, как генеральный директор немецкой телекоммуникационной компании, я чуть-чуть, ну, как устроен, ну, как жесткая команда, и я был, ну, как не с доверенностью, я умею, ну, как работать в коммерческом опыте. Поэтому я всегда контролировался очень жестко, и спрашиваю, ну, как сделаем, не сделаем. Каждую ночь я отправился в электронную почту, и бедный сотрудник открылся, ну, как компьютер, рано утром, Регина, вообще не спала, и спрашиваю такие вопросы, ну, как... То есть русский работник к такому не привык? Сначала я был контроль-фрик, как называется, ну, как, потому что я сама не чувствую, ну, как, у меня есть такой опыт, я молодая, и у меня был страх, и бояться, ну, как... И бедные сотрудники, ну, как в первой команде, я что, я был вообще такой человек, с которым, ну, как, это было не очень приятно работать, потому что это было, ну, как, очень... Жестко. Жестко. И сотрудники все были набраны в России? Абсолютно, да. Вы никого с собой не привезли? Не-не-не-не, абсолютно, абсолютно. Надо сказать, в 96-м тоже у нас, конечно, был, ну, как командовский дух, у нас это было, ну, как красиво, каждый день наждения, каждый, ну, как свалпы мы сделали вместе, это было, как семейный, ну, как ощущение. Сегодня это вообще другое в Москве, культура в команде, это, да, мы работаем вместе, но каждый сделает, ну, как свои, ну, сначала у нас было очень красиво, такая, ну, как, человеческие отношения, сегодня мы больше профессионально. А вот это вот интересно, потому что, когда я, например, начинала работать на MTV Россия, то тоже это было абсолютно, это была не работа, это была, мы жили же этой жизнью, да. Да, встречаемся наши друзья и сделаем хороший продукт. Это было классное сообщество людей, которые делали классное дело и, оказывается, за это еще и деньги платили. Сейчас такое невозможно, по крайней мере, я не вижу такого, может быть, в издательском деле, в прессе другое, но в телевидении все строится на совершенно других вещах. Незаменимых у нас нет, мы не создаем команду динамышленников, мы набираем профессиональные винтики, собираем из них некую эффективную модель, если один винтик нам разобрался, мы его винчиваем, завинчиваем другой, но в этом нет вдохновения, в этом нет какого-то духа. Ну, я попробую устроить такая духа в нашем статском доме, потому что у нас сегодня 220, наверное, но как сотрудники, и я знаю каждый человек, и каждый человек знает меня. Ну, я попробую, но время произошло, а я хочу сказать большой, 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 крепкий поцелуй, моя помощница Света, она спрашивает специально, Света, спасибо, я тебя люблю, без тебя в моей жизни это было бы скучно. Она специально, ну, как спрашивает. Света, привет, огромный, мне все-таки хотелось бы вернуться вот к этой тенденции, да, что вы ведь наблюдали, как зарождается современное российское телевидение, оно и пресса, и они были другие, они были, может быть, где-то не очень четкие, не очень профессиональные, не очень дисциплинированные. Ну, это был, ну, как команда Ньюсбекский, это был у меня внутренний профсоюз, это был великолепный вечеринка, и мы сидим после работы в пятницу в маяке, вот так. А почему сейчас? И сегодня, сегодня это просто по-другому, ну, вот это вообще и другое. Что это? Это тенденция исключительно российская, или... Нет, я считаю, это вообще мировая тенденция. Это сейчас, ну, как каждый человек сам себя, ну, как подумать, и свою личную жизнь, и дух команды, ну, как, мало. А можно вообще в таком настроении, в таком, ну, как сказать, в таких условиях создать по-настоящему классный продукт? Ну, хочу сказать, команда Forbes, конечно, это тоже великолепная команда, но у нас это один из... Исключения. Исключения, и Елизавета, конечно, тоже устроит команду, и она сильная женщина, и там есть такая дух, ну, у меня есть разные журналы, ну, как ГИО, и ОК, и, ну, разные, ну, как мини, и я считаю, сегодня такое время... Я попробую это больше сделать, ну, как по-человечески, но это сложно. Это сложно. Но, может быть, это и правильно, не участвовать в этом там, всей душой, да, а участвовать только своими специальными навыками? Нет, я считаю, ну, как женский стиль с менеджментом, это всегда, ну, как 20% эмоций, инстинкт, и плюс еще, ну, как мудрость, и поэтому нужна такая эмоциональность. Без эмоциональности и святым духом, ну, как, вы не можете устроить приемный бизнес. Поэтому чиновники не умеют бизнес, у них эмоций нет. Но, слушайте, как мы читаем в новостях сейчас, чиновники, в принципе, все равно неплохо устраивают свою жизнь. Да, но это не бизнес, это, конечно, просто сидеть в деньгах, ну, как, это не бизнес, это не entrepreneur, вы понимаете, да? Ваше желание построить здесь все-таки какую-то цивилизованную западную модель бизнеса, какие препятствия встречает в основном, ну, кроме человека? Сначала это было очень сложно, общая, ну, как, дискурсия, сотрудники там сидели, ну, как, ну, лет 10-15 назад, сотрудники там сидели, я сказал, а как ваше мнение? Тишина. Мнений нет. Мнений нет, я сказал, ну, это невозможно. Как вы считаете, ну, как, тишина? Ну, это, типа, ну, как культура дискурсии, ну, как, и общение, и критика, и, опять, моя задача, я только, ну, как, работаю с большим оркестром, ну, как, я даю платформы на общение, это моя задача. Они должны, ну, как, друг с другом общаться, и коммуникация должна быть, ну, в России сначала это было сложно. Никто никого... Критиковать начальство в России это вообще... А я с удовольствием. Чревато головой. Абсолютно. Можно же просто ее лишиться. Ну, 50% в моей решении, они тоже неправны по статистике. Я знаю, это... Я тоже только человек. И сейчас они мне дают критику. Скажут, нет, ты не прав. Я скажу, ну, хорошо. Кто чаще оправдывает ваши ожидания, мужчины или женщины? В профессии, в деле? Женщины. Почему? Казалось бы, мужчины сильный пол. Нет. Казалось бы, они более ответственные и более понятные. У них не бывает критических дней. В России это наоборот. В России без женщин, я считаю, это уже было вообще, ну, как полная банкротство. Я никогда не увидел такие сильные женщины, чем в России и в Восточной Европе. Это уникально, как они работают, как они дисциплины, как они умные, как они... Тоже, ну, как хорошая домохозяйка и просившего ребенка. И это вообще, ну, как уникальность. Это для меня модели, ну, как вообще. Мужчина здесь, ну, как... Чем русский мужчина от немецкого отличается? Немецкий, ну, как красивый. Русский мужчина не очень. Моя сестра замужем за немцем. Вот, вы понимаете, да. Ну... Он очень хозяйственный. Это тоже прав. Но у него нет чувства юмора. Это жалко. Это... Это не тенденция? Это не общая такая? Это жалко, да. Это редко, ну, как... У немецкого мужчины редко встречается. Нет, ну, немецкий мужчина у нас... Нет, ну, надо сказать. Русский мужчина, конечно, и по полу поднеска отношений, это вообще разница на 100%. И я считаю, все поднески отношений, ну, как в России, сейчас они не очень работают. Поэтому они очень, ну, как сказать... Или, да, я хочу, ну, как красивая девочка. И потом, это миф и романтика, с которым они живут здесь, ну, как свадьба, и все будет нормально, ребенок, квартира, и это не поднеска отношений. Ну, в Европе или в Германии у нас есть поднеска отношений. То есть, когда люди... И тоже с кумором, не волнуйтесь. У нас тоже есть кумор, ну, как... И в России, ну, как мужчины, как они посмотрят женщину, это, конечно, очень смешная вещь. Это, ну, чуть-чуть постарм. Еще 15 лет. Консервативно. Ну, да. Вы так верите вот в современное молодое поколение, что через 15 лет они действительно... 15-20 лет, да. ...сотрут границы между Россией и всем цивилизованным Западом, да? Да, да, я верю. Ну, потому что сейчас все возможно, ну, как... Сейчас много народ, ну, как уезжает, путешествует, ну, как образование, ну, как с рубежом, и еще, ну, как нужно. И сколько лет, и это вернуться обратно. Ну, а вы бываете за пределами Москвы, Петербурга? Да, конечно. И там тоже вот эти молодые люди, которые вы там видите, они оправдывают эти ожидания? Я считаю, в Питере, да, но в регионы, конечно, это шучу по-другому, ну, как это... Там люди не путешествуют, и особо... Абсолютно. И в регионы... Они смотрят телевизор, и все, что они знают о мире, они знают из телевизора. Абсолютно. И в регионы, конечно, это очень, ну, как ужасная ситуация. И очень жалко. Там была такая возможность, ну, как лет 15 назад есть, но сейчас, к сожалению, они там сидят, и надежды нет. Это понятно. Но, получается, у них нет этих 15-20 лет, через которые они... Ну, да, согласна, да. То есть это все равно история только для Москвы и... И в Питере. ...для крупных городов. Да, да. Миллионы кинтар. А вам за все эти годы не стало скучно в России? Скучно? Да. Здесь? Да. Ни одна секунда, нет. Правда? Нет, нет, нет. Каждый день у меня есть такая разная, ну, как деятельность, разные такие сюжеты, и 20% в мое рабочее время, это всегда фосмажерная ситуация. Всегда. Потому что это Россия или просто потому что такой бизнес? Потому что это Россия и просто еще бизнес, поэтому это топовое. Скучно не бывает, нет. Ну, я думаю, люди, которые нас слушают, какие-нибудь солидные бизнесмены, у которых серьезный бизнес, не знаю, у которых биржи, акции, все дела, говорят, о, знаете ли, вышла такая фосмажерная ситуация, что там у вас в издательском доме, тираж задержался, цветопередача не та, подумаешь? Не фосмажерная, ну, как господин Рейман хочет судиться в нашем издательском доме, больше министра телекоммуникации. Потом у меня следующий жанр на фриск, ну, как переимен на журнал «Луки», она будет на обложке или нет. Ну, это каждый день такие сюжеты, ну, как очень ужасно, интересно и не скучно. Об остальных перипетиях издательского дела с Региной фон Флеминг после новостей на Финам.фм. Оставайтесь в доле. — Говорим о приключениях нашей гости в России, в российском издательском бизнесе. У нас гостя генеральный директор издательского дома Аксель Шпрингер Раша, Регина фон Флеминг. Напомню, что этот издательский дом выпускает в России журналы Forbes, OK, Mini, Geo. В общем, хорошую, качественную прессу. Расскажите, пожалуйста, про OK, ведь это, в общем, такой был достаточно смелый шаг для, как я понимаю, для Аксель Шпрингера. В России уже были, до этого были такие, ну, это нельзя назвать таблоидом, это все-таки приличный журнал. — Ну, это не называют, ну, как таблоидом, но это называется очень деликатно, но как интеллигентный people's segment. — Да, people's segment. — People's segment. — Жидает, у нас было там Hello, и Bravo. — Hello там было сначала, и в 2006-м я начинается журнал «Окей». Конечно, вечеринка, но как сначала это было смешно, потому что я деловая женщина, я там сидел около звезд, и я не знаю, кто они. — Да, как в вашей жизни появился с тех пор Николай Басков, правильно? — Абсолютно, и дай бог, Андрей Малахов, хороший друг, он сказал, ну, как, он сидел на лево и сказал, «Региночка, ну, как, это Дима Билан». «Привет, Дима». Он меня сделал такая помощь и поддержка, потому что я был, ну, как, человек, который занимается, ну, как, бизнес, деловая пресса, ну, жёлтенькая такая, ну, как, это были новости для меня. И надо сказать, они вообще такие звезды, которые ужасно интересны, ну, очень капризны. И мы сделаем такие эксклюзивные, как «День нождения» Филипп Кекоров, и он мне звонит, «Два ночи ты спишь?» Я сказал, «Уже пока нет». А потом он сказал, ну, как, что он хочет, какая декорация на День нождения? Я... Это сложно, ну, это стоит, ну, это вообще другой мир. — Ну, теперь все эти люди появились в вашей жизни, они её украсили? Или усложнили? — Абсолютно. Усложнили и украсили, ну, как. Ну, это мир попса, взёсты. Ну, у нас, к сожалению, в России мало взёсты, ну, как топовая, 15-20, конечно, королева, это Алла Борисовна, которая решает всё из всех, которая уваженна, ну, как у меня есть, потому что она очень сильная женщина, но у нас мало взёсты, поэтому, конечно, вопрос, кто будет на обложке на следующей недельке, это серьёзный вопрос. И мы ждём, конечно, беременность, разводы, скандалы и просто ещё хорошие новости, ну, как в этой неделе Вика Лопарёва, там скажут, ну, как «Попурус Лириш» и «Сварпа», и мы сделаем «Сварпа». Ну, это вообще другой бизнес. Это не журнал «Форбс», это полная светская жизнь. — Ну, это как-то, наверное, как говорят, лучший отдых — это смена деятельности. Для издателя, наверное, лучший отдых — это переход от одного формата к другому. — Абсолютно. Я считаю, ну, как последние лет шесть, я просто больше, ну, как узнаю, ну, как такая мир. И там есть приятности. Я была неделю назад на Берлинский фильм-фестиваль, и там было всё взёстно. Это тоже красиво. Но всегда на вечеринке, конечно, я тоже не могу физически, но как раз в год — красиво. — Расскажите всё-таки об особенностях именно издательского дела в России, потому что ведь наши журналы, они печатаются не здесь, насколько я понимаю, до сих пор. — Нет, мы всё печатаем здесь, в Москве. — Уже здесь, в Москве? — Да-да-да-да. Сначала уже и до конца. — У меня есть друзья в глянцевых журналах, я помню, что они всю жизнь ждали какой-то тираж из Финляндии. — Нет, нет-нет-нет, мы так решили, мы всё сделаем здесь, в московской типографии, и я очень довольна этой качестве, и это стоит. Не хочу сказать, что это дешевле, но мы можем контролировать процесс, ну, как здесь, на месте, если нужно. — Проблема в России — это логистика, и проблема, ну, как Россия, это они закрыли, ну, как 1500 киоск, ну, как курорт в Москве. — Реализация. — И реализация сейчас, это очень сложно, это не по-пору, ну, как наши продукты, они хорошие, но в общей статских домах у нас сейчас инициатива около государства, ну, как киоск у нас нужно больше, ну, как ретельство у нас нужно больше, и плюс еще, ну, как российская почта, это вообще кошмар. — Ну да, это анекдот. — Это вообще, да, это анекдот, и поэтому с Ветом, ну, как мы не можем работать, ну, как по западным стандартам. И это очень сложно для наших бизнесов. — Журнал «Форбс» в России — это тоже такая отдельная, как мне кажется, история по сравнению с западным миром, потому что у нас, в принципе, не принято о себе рассказывать, да, если ты какой-то человек серьезный. — Сначала это будет сложно, да. — А если уж у тебя какие-то там немалые деньги, лишний раз, мне кажется, наш человек светиться не захочет, и об этом рассказывать тоже не захочет. Даже есть такая шутка, что все наши олигархи, они могут отчитаться за все, кроме своего первого миллиона, да. — И вы начинали как раз в это самое время с этим журналом. Как вам удалось все-таки вот это сообщество бизнеса раскачать, повернуть к себе и заставить общаться с прессой? — Сначала это было сложно, потому что по характеру, ну, как в России, люди больше не дают комментариев и не хотят общаться. И, конечно, деньги — это личная вещь. Ну, опять, человеческий фактор, гордость. Они любят общаться, конечно, тоже, сколько у меня есть, и какие яхты, и какие дома. И для меня это нереальная жизнь, конечно, и деньги для меня — это абстрактная масса, и это помогает. Если вы познакомились с олигархием на 15 миллиардов, для меня это не шок. Он тоже только человек, бедный, может быть, один. И с в этом уровне, ну, как без уважения, ну, у меня есть уважение, если бизнесмен устроит свой бизнес, ну, как, там есть великолепные примеры, ну, как, типа, русский стандарт, это русский бренд, это человек. Олег Тинькофф начинается в нулях, ну, такие это хорошие, ну, как люди и достойные, ну, как люди, ну, люди, которые просто начинаются, и потом просто умные, работать финансово, ну, как, уважения у меня чуть-чуть мало, ну, как, и меньше. — Как вы думаете, возможно ли в России появление такого бизнесмена типа Ричарда Брэнсона? Потому что вот тот же Тинькофф или Чичваркин, они что-то из себя подобное представляли, люди крайне широких взглядов, да, такие олигархи в джинсах, но... — Это Прохоров, который начинается с джинсов, ну, как? — Ну, мне кажется, он всё равно, для Брэнсона на фоне Прохорова он такой миляга, а Прохоров всё-таки очень закрытый человек, а Брэнсон, по-моему, он просто вот душа парень, такой открытый, общительный, и вообще непонятно даже, как он с такой лёгким таким подходом к жизни сделал свои миллиарды. — А у нас такие вот парни, которые самовыражаются, они далеко не уходят. — Да, Брэнсон, он там был, ну, как менеджер музыкальным бизнесом, и в первые миллиарды он устроен, ну, как через Майк Олдфит. — То есть бизнес обвязывает? — Нет, подожди, подожди, Майк Олдфит — это был первый диск «Tubular Belts», и Ричард Брэнсон там был музыкальным менеджером. — Да. — И это был в первый миллион. Творческий. И потом он начинается, ну, как с бизнесом. Он и с творческим, он всегда был творческий человек. Он был друг, ну, как с «Роллинг Стоунсом» и «Битлзом», и поэтому он только с этим походом, и потом он только начинается устроить. — Ну, у нас Роман Аркадьевич Абрамович тоже дружит со всеми мировыми звёздами шоу-бизнеса. — Не-не-не, он приглашает на вечеринку, и они будут. Это вообще разница. Я не хочу сказать, он сказал после новогодней вечеринки, я не знаю, я не в курсе, кто у меня был, но там было много. Это тоже ответ. — То есть это… — Это, я считаю, шучу по-другому, ну, как… Нет, а Тинькофф — это хороший пример, Тарико — это хороший пример. Люди, которые сами себя, ну, как устроили, ну, как жизнь, бизнесом, и слышали, ну, как тоже советники. Иногда в России есть такая тенденция, ну, как они не слушают советников. Сами суперолигархи, они считают, они как… — Что они всё знают лучше. — Они всё знают, и они, как сказать, как Иисус Кристос, который можно найти на вода. Они не слушают, они просто, ну, как… Иногда они очень внимательны. — Вы имеете в виду в общении с окружающим миром, то есть они слушают своих пиар-менеджеров, там, говорят глупо? — Нет, они не слушают, ну, как типа западные, ну, как консертники в компании, которые есть. Они устроят бизнес, ну, как чуть-чуть постарым, ну, как люди даже ждут с приёма, когда хозяин будет, хозяин опоздает, потом они там сидят, ну, как шесть часов. Это неэффициентность, это не современный бизнес, и у них нужно, по-моему… — Воспитывать. — Воспитывать. — Не хватает именно элементарного человеческого воспитания? — Ну, там есть люди, которые работают по советским стилям, ну, как генеральный директор там сидит, и народ там слушает, и приказы, и всё, и как, спасибо. — Ну, как же работает тогда это всё? Действительно, это неэффективно, это не… просто некрасиво даже, невоспитано, да, это не цивилизованно. — А поверить мне, если… — А поверить мне, если… — Это разфункционирует? — Поверить мне, это было бы, ну, как, всё эффективно, 30% раза лучше и больше. — Мне кажется, есть такие люди, которые скажут, что нам и не нужно, чтобы было на 30% лучше и больше, а нам нужно, чтобы было так, как нам нравится. — Это тоже русский ментальный. — Да, согласна. — Мне кажется, если западный человек видит какую-то выгоду для себя, он обязательно к ней будет двигаться. И подстраиваться, а русский будет… А, и не надо. Я такой, какой есть, и всё, да? — Ну, видите, ну, как, почта России, ну, как. Зачем у нас есть пробка в городе Москве? Потому что водитель курирует документы направо-налево. Вот, если почта, ну, как, была бы, ну, как, функциональность, ну, как, и работать с западным стандартом, ну, как, у нас такая функциональность водительской нету. Это называется, ну, как, job creation machine. И поэтому мы стоим в пробках. — Всё-таки хотелось бы вернуться к олигархам. Чисто женское такое, чисто женское любопытство. У нас ведь… — Кто красивый, не красивый? — Нет. — Все… — Я считаю, господин Узманов, он богатый, но не красивый. Ну, надо сказать, много олигархов, ну, как они ругаются по поводу фотографий, но как в журнале Forbes. Есть олигархи, которые звонят после майской номера и говорят, это ужасная фотография. Я говорю, ну, если вы хотите красивые фотографии, пожалуйста, у нас есть журнал «Окей». Ну, Forbes — это не по поводу красоты. — Но, тем не менее, Forbes регулярно публикует списки самых завидных женихов и холостых олигархов. И у нас в стране, в общем, плохата юная девушка, которая не промыл мозги телевизор и не рассказала ей о том, что выйти замуж за богатого мужчину — это высшая ценность и счастье в жизни. Вы с ними сталкиваетесь каждый божий день. Вы вышли замуж за олигарха? — Никогда. — Почему? — Нет. — Даже если бы он был цивилизованный и не вел бы по Советскому Союзу. — Раз, я считаю, ну, как они гуляют постоянно. — Именно олигархи? — Именно олигархи, я считаю, да. — Да. — Они трудоголики, и они не могут отпускать, ну, как власть, и они не могут, я считаю, ну, как сказать… — Построить партнерские отношения? — Построить партнерские отношения? — Партнерские отношения я вижу, я не вижу. И просто, что они не любят сегодня женщину. Зачем? У них нужна там не ум, ум есть в офисе, у них нужна там красота или легкий-легкий. — Но это же скучно. — А я не хочу сказать, у них там… — И так весело все. — Веселая жизнь, ну как… — Слушайте, ну интересно, вы говорите, они гуляют. Именно про вот наших богатых и обеспеченных мужчин. — Дорогая, у меня есть журнал «Форбс» и ОК. Вы считаете, я не познакомился, как… — Нет, я вам доверяю в этом вопросе. Мне просто интересно, есть это какая-то пропорция, что ли? То есть, чем человек богаче, тем меньше у него обязательств на личном фронте. То есть, чем он выше по положению в обществе и чем он более независим в финансовом плане, тем он более распущен в личной жизни, получается так? — Я считаю, да. — Я считаю, да. — Какая печальная пропорция? — Ну, они вообще в этом высоком уровне. Я знаю один олигарх, который будет с каждым командировкой. Он сказал, у меня есть девочка, с которой я буду востоком, типа Китая. У меня есть одна западная девочка, но как другая. У меня есть одна, с которой я буду вообще в Турции. Это «Орпус». — Это чисто российская ментальность? — Опять, я считаю, да. — Ну, может быть, в Турции или в Китае. — У богатых людей много везде в мире, да? — В китайской, но как в российской. Это больше, но как в азиатской культуре, чем в европейской, но как. — Да, это очень… С другой стороны, как-то… Мне кажется, очень какой-то инфантильный подход вообще к общению с противоположным полом. Такой детский. — Это бедные мужика, которые просто очень умеют, но как сделать и устроить бизнес, но по полу личной жизни они чуть-чуть не понимают, что это важно. — Все, вы меня утешили. И, надеюсь, не только меня, но и большинство наших слушательниц. Ну, потому что каждый из нас, которая не вышла замуж за олигарха, где-то думает в глубине души, что она неудачница, что если бы она вышла замуж за олигарха, жизнь бы ее сложилась значительно прекраснее. — Жизнь будет хуже, чем… — О, спасибо. Регина фон Флеминг, если хотите поспорить с нами, звоните 6510 996, вернемся после новостей. — У нас в гостях генеральный директор издательского дома Аксы Шпрингер-Раша, который выпускает Forbes, OK, Geo, Mini в России. Регина фон Флеминг, 6510 996, московский телефон. Звоните, если есть желание присоединиться к нашей беседе. Есть страничка нашей программы «Вдоль» на сайте финам.фм. Тоже можете там делиться впечатлениями, задавать Регине вопросы. Помимо того, что вы, ну, собственно, возглавляете издательский дом и… Ой, господи, это ОРВ меня наканает. Вы еще, насколько я понимаю, являетесь такой рукой помощи для всех бизнесменов, особенно немецких, а, может быть, и других западных инвесторов, которые хотят сделать какой-то бизнес в России. Вы продолжаете как-то, ну, консультировать, помогать им? Да. Я в 96-м, начиная с четыре человека, устроил немецкий союз экономики, ну, как в Российской Федерации. И с этим, ну, как клубом. Сегодня у нас есть наши немецкие ТПП в германский, ну, как торговый, ну, как центр в России. И у нас там член, ну, как 750, ну, как немецкая компания, которая, ну, как инвесторы здесь, в России. Мы помогаем. Я там был, ну, как член Совета директоров 10 лет, но сейчас у меня мало времени. Ну, мы помогаем структурам, да. И это очень важно, потому что тоже, ну, как немцы по культуру очень ближе, ну, как в России, ну, до сих пор у нас разница есть, культурная разница есть, и это надо понять. Это вот очень интересно. Если заходит немецкий инвестор на российский рынок, о чем его нужно уведомить в первую очередь? Что он должен знать в первую очередь? В первую очередь, ну, как никогда, в никаком случае, ну, как взятки направо-налево. Это наш мейн-месседж, и это возможно устроить бизнес без. Второй мейн-месседж, там были такие специалисты из Германии, которые сказали, «Ой, Кубанато, это хороший друг», но это не помогает. Это не бизнес, это просто, ну, как нереально устроить через личные отношения, ну, как настоящий бизнес. А есть иллюзия, что в России все решают личные отношения? Ну, как иностранные, я считаю, ну, как лучше все сделать очень правильно, очень аккуратненько и очень белым, ну, как. И это возможно, это возможно. И третье, ну, как самый большой, ну, как, как сказать, страх для немецких инвесторов – это российские девчонки. У нас там было несколько, ну, как менеджеры, которые вообще потеряли, ну, как голос и трусики. Потеряли голову? Голову и трусики и деньги, потому что… Того что? Да, конечно, конечно. Это что-то новое. Если это уже вышло на такой серьезный уровень, что вы об этом предупреждаете своих потенциальных парней. У нас там есть, на нашем немецком, ну, как торговый центр, у нас тоже там есть комитет безопасности, и надо сказать, много мужчин, которые у нас в Германии не так красивы, ну, как, они считают здесь, в России, они герои. И они шут-шут повторяют, ну, как все у всех. Слушайте, ну, а ведь это действительно так. Иностранный специалист, приезжая в Россию, даже не инвестор, просто менеджер, он получает здесь большую зарплату. Он живет здесь в прекрасных условиях, у него какая-нибудь шикарная квартира с видом на Кремль. Абсолютно. Он облюблен действительно русскими девушками. Абсолютно. У него лучший столик в ресторане, и это наша любовь к... Это не реальный стиль жизни. Это, конечно, просто так, и несколько иностранцев, ну, как, не понимают, откуда они, и если они будут вернуться обратно, ну, как, кто они. Это... это шут-шут сложно. А вы испытываете на себе вот это такое наше... У меня квартира, ну, как, очень маленькая, нормальная. У меня есть стиль жизни, ну, как, нормальная. И я понимаю, ну, как, кто я, и я понимаю, ну, как, что у меня будет на будущем. Реальности в жизни. Реальности в жизни. Все. И я деловая, я буду каждый день, ну, как я работаю 14 часов и больше. И с удовольствием. Ну, у меня такие престижные элитницы нету. Я не хочу. Ну, были же искушения, наверное, как вам удалось вот остаться в себе? Или всегда было так много работы, что, в общем, некогда было, ну, там, сесть на троне и зажечь звезду? Или женщины не теряют голову в этих обстоятельствах? Я что, я так реальный человек, и я живу, ну, как в реальности, и нет. Вы говорите о том, что у вас сейчас огромное количество работы и масса планов на будущее, и эти планы тоже связаны с работой? Да. Мы сейчас ищем, ну, как и попробуем еще покупать, ну, как онлайнский бизнес, поэтому я очень довольна. Немцы, ну, как штаб-квартиры, они хотят больше лежать деньги в России. Это великолепно. Но это будет онлайн, это не будет принт. Ну, многие говорят, что вообще будущее и телевидение, и всей журналистики, оно в онлайне. Это будет больше электронное, да, дигитальное. Совершенно. Но у вас нет ощущения, что печатная пресса умирает? Такие, ну, не умирает, ну, как, ну, это видно сейчас, только в первое или второе в каждом сегменте, ну, как, будут очень приимны. Типа «Форбс» это в первой на рынке, и с «Форбсом» у меня бояться нет. А если другие журналы, ну, как, будут живые, ну, как, через пять лет, не знаю, не знаю. Ну, с первой позиции в каждом рынке и второй, да, возможности есть. Третий, ну, как четвертый, ну, как сложно. Вы все-таки сейчас в большей степени работаете уже как директор, как администратор, как менеджер высшего звена, не как журналист. Вам хватает творческого в жизни? Я вернулся обратно, и я работаю, ну, как... Октябрь месяц, в прошлом году я начинаю опять как сценаристка, потому что творческий, ну, как мне нужно, и я понял, ну, как без творческого я не могу. Ну, сценарий, ну, как на немецкой телевидении. Ух ты! Да, ну, это моя личная работа. А художество это как для сериалов или для передач? Ну, криминалы, я люблю, ну, как такие. Ну, посмотрим, посмотрим. Потому что такая креативность нужна. И я повторяю, ну, как последние лет десять, я никогда не работаю как журналистка, поэтому я так решил, ну, как давай вернуться, ну, как журналистка я не буду работать в России. Я не хочу, и, ну, вот, это хорошо. Представляете ли вы себе, не знаю, там, еще, вот вы говорите, еще пятнадцать-двадцать лет? В России? Да, в России. Вы готовы еще эти пятнадцать-двадцать лет здесь прожить? Ну. И проработать? Я считаю, да. Да, готов. Ваша семья с этим согласна? А мама уже спокойная, и другие уже не спрашивают, они понимают, ну, как русская, это Россия, это моя карма, и поэтому я так решил, и я буду здесь. Но, скажем так, если раньше, в самом начале вас действительно держало здесь бурное развитие всего, вы стояли у самого истока, вот, всего вообще российского, российской современной действительности, там, двадцать лет назад, что сейчас держит, что сейчас такого интересного все-таки здесь, от чего не хочется уйти? А сейчас я считаю, что это надо, ну, как свободные в прессе стоят на месте, потому что свободной в прессе мало, и если мы здесь не отвечаем, светом нише, к сожалению, это было бы жалко, это моя задача, это ответственность, ну, как, поэтому я здесь. Еще возвращаюсь. И независимость, ну, как, это тоже важно. А это возможно в России? У нас, да. В нашей эстетской доме, да. А независимость, кстати, независимость тоже интересная, потому что, когда МТВ Россия, на котором я работала, принадлежала американцам, у нас независимости было гораздо больше, чем когда нас купили русские бизнесмены и стали мучить нас форматом. То есть диктата какого-то нет со стороны хозяйки немецкой, да? Они не мешают. Они дают инвестиции, они дают поддержку, если у нас там проблематическая ситуация есть, но они не мешают. А по поводу контента вообще не мешают. Только хотел спросить, то есть контент для них, наверное, важные цифры, как журнал продается, как приходит рекламодатель? Ну, у них доверенность есть, у меня есть хорошая команда, и опять главредактор Лиза, ну, как и Рома Баданец, Forbes Online, они умеют, они знают. Целая команда Forbes знает, что они сделают. Зачем у них нужны там немецкие издатели? Есть же все-таки какие-то законы, основные там форматы, по которым обязательно нужно действовать. Тоже хорошие юристы, ну, как внутри, конечно. Умные женщины. Тоже женщины? У меня 70% женщины, да, в компании. Поэтому у нас много беременностей, ну, как они, они очень, как сказать, любят уходить, но они вернутся обратно, они будут все обратно, поэтому. Интересно еще, вы говорили о том, что 20-30% вашего успеха в бизнесе – это женская интуиция. Вот приходит человек на работу, когда включается интуиция? Как вы понимаете, что этот человек… Вы видите блестящее резюме. И что, оно для вас не показатель? Резюме, конечно, помогает. Ну, я сама сделаю, ну, как интервью с каждым человеком из датский дом. И после 5 секунд, ну, 5 минут, 5 минут, я знаю, да. С каждым человеком, который… Да, 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 да. Я очень быстро, ну, как приглашаю на работу. Я, ну, что я не люблю, конечно, это люди, которые, ну, как, устроят тоже резюме, ну, как чуть-чуть побольше, чем это было. В рот. Ну, вот. Это тоже бывает. Это заметно? Это видно, это видно, это видно. Если они изменились, ну, как много через датский домах или коммерческие компании, и быстро это видно. Я знаю, что вы ведь возглавили издательский дом как раз после российского генерального директора, да? Там был человек, который… Там была женщина, ну, как, почти год-полтора, 2003, ну, как. А, к сожалению, меня приглашали на… Нет, они меня спрашивают в 2003 году. Я отказался, как генеральный директор, потому что у меня была другая деятельность. И потом там был русский генеральный директор, и потом это было видно, ну, как они хотят другой человек. Да, я знаю, что… Ну, это был не вопрос по поводу национальности, это был больше вопрос, ну, как по поводу коммерческим, издательским, и плюс еще журналистика, ну, как. Ну, это была не разница между русской, она немка, это было просто, ну, как, кто умеет лучше. Ну, я знаю, что журналистское сообщество тогда достаточно так, ну, холодно вас восприняло, и именно потому, что вы пришли из другого какого-то, из другой области деятельности. Ну, они просто не подумали, я тоже работал как журналистка, ну, как журналист шпигелем, поэтому это тоже хорошее образование, и они считают, ну, как она считает, она медийный бизнес не понимает. Ну, я считаю, ну, как, ну, пока 8 лет, это уже неплохо. Да, вы чувствуете, что, в общем-то, вы, ну, скажем так, покорили их мнение, да? Хороший вопрос, где они сегодня, и где я сегодня? Да, да. И где Лужков сегодня? Где Лужков сегодня, и где я сегодня? Ну, Лужков в Халининграде, на Фермерске. Нет, я не комментирую, ну, как, такие комментарии сначала, ну, как, моя деятельность, там был Леонид Першицкий, который, ну, как, работает с каждым местным домом, после 6 месяцев у Леони есть такая тенденция больше, ну, как, он там не работает, и он сказал, Регина Фанфлеми не умеет медийный бизнес, ну, где я сегодня, где он сейчас? Я, я... Вы понимаете, это, это, это не надо комментироваться, это просто по факту мы сделаем. Но для вас важно это, чтобы вот это сообщество профессиональное... Нет, нет, я уже не считаю, ну, как, кстати, у Папу у меня, я не даю интервью, я не комментирую, ну, как, нет, сегодня не важно. А чье мнение важно? Для кого хотелось бы... Это фидбэк с командором, это, ну, как, с коллективом, если они скажут, молодцы, ну, как, если... Это результат, конечно, финансовый, это хорошая обложка, это хорошая эксклюзивная свадьба на обложке журнала Ким, это журнал ГИО, великолепные репортажи с дагестанцем, ну, как, это, это дает меня чудо. И я думаю, что уважение и благодарность наших слушателей сегодня. Спасибо, Регина Фрунклевна.